Ксения Иванова пришла на праздник с детьми. Для близнецов Станислава и Владислава праздник заключен в качелях, батутах и горках. Пришли с семьей, с тремя детьми, очень весело было, замечательно. Покатались на горках, на батутах попрыгали, детям очень интересно. Поиграли, на каруселях покатались, очень интересно, давно такого не было. Сейчас пойдем концерт смотреть. Талантливую семью Василия Юдина знает каждый житель Джигинки. У Василия и Екатерины семеро детей. Самой младшей Александре всего полтора года. Сегодня она пришла поддержать поющего папу на сцене. Подрастающий Денис уже готовится защищать родину. Сегодня праздник, да, у нас освобождение, а захватчики рождаются постоянно, поэтому освободители еще пригодятся. Вот они. Надежда Кашина большую часть своей жизни провела в Джигинге. 80-летняя юбилярша на сцене не только участвовала в праздничном концерте, но и получила памятный подарок. Так и живем, так струдимся, строимся, детей растили, потом внуки пошли. Вот жизнь такая. Подвели итоги за год. Глава сельского округа Валерий Шутилков вручил почетные грамоты и подарки жителям сельского поселения за добросовестный труд. У нас сегодня прошел митинг. На митинге был караул у памятника с воинской части. Также выступал отец Андрей, выступал атаман нашего куторского общества казачьего. Для Александра и Веры Гуртовлевых праздник софпас рождением семьи. А Иван и Анна Кручко в этот день отметили уже рубиновую свадьбу и 40 лет совместной жизни. Сюрпризом для жителей Джигинки стал подарок главы города-курорта Анапы Сергея Сергеева. Народный казачий хор под руководством заслуженного работника культуры России Анатолия Атрошевича исполнил любимые песни. Праздник завершился красочным фейерверком. Субтитры создавал DimaTorzok